Пожалуй, одной из самых распространенных культур для вертикального озеленения на наших садовых участках является клематис. Его заслуженно называют королем вьющихся растений. Привлекательны клематисы разнообразием окраски, красотой и обилием цветков. Нередко на одном растении одновременно распускаются свыше 500 цветков, их цветение продолжается с весны и до глубокой осени. В ассортименте компании «Поиск» свыше 180 сортов клематисов разных видов, реализуемых с закрытой корневой системой в красочной упаковке и в контейнерах. Для получения максимального декоративного эффекта необходимо правильно выбирать сорта, которые соответствуют нашим потребностям и возможностям, и знать правила агротехники, а именно, как подготовить место посадки и опору, на которую растение будет виться, а также как правильно произвести весеннюю обрезку, благодаря которой клематисы будут обильно цвести в течение всего лета. Сегодня мы ответим на вопросы, которые часто интересуют садоводов и наших клиентов. А помочь нам в этом мы попросили ведущего селекционера с мировым именем, автора более 40 сортов клематисов, получивших признание во многих уголках мира, ученого-агронома Щепана Марчинского. Щепан, скажите, пожалуйста, чем вызван ваш интерес к этой культуре и почему именно клематис? Благодаря своей красоте, разнообразию форм, расцветок и размеров, клематис является одной из самых прекрасных цветочных культур на Земле. Клематисы бывают как без запаха, так и ароматны. Низкорослые сорта максимально достигают в высоту несколько десятков сантиметров, а высокорослые сорта могут вырастать до нескольких десятков метров. Размер цветка клематиса варьируется от 1-2 сантиметров до 15 и иногда даже до 30 сантиметров в диаметре. Цветки могут быть простыми, полумахровыми, махровыми. Растение клематиса может стелиться, может плестись вверх. Цветут эти растения практически целый год. В наших климатических условиях, так же, как и в России, клематисы цветут довольно продолжительно, с середины апреля и до конца ноября, до морозов. Скажите, пожалуйста, автором скольких сортов вы являетесь? Разведением и выведением новых сортов клематиса я начал заниматься в 1992 году. До сегодняшнего времени я произвел и вывел на рынок более 44 сортов. 20 из них получили медали и поощрительные награды на международных выставках в Польше, Голландии, России и Великобритании. В брошюре вы видите список сортов с описанием. Тут представлены сорта из разных групп. Например, сорта из группы Атрогены, которые зацветают в конце апреля в мае и являются очень морозоустойчивыми. Клематисы группы Фламула, как, например, Свит Саммер Лав, цветут летом с простыми цветками. Также тут представлены сорта с махровыми цветками. К примеру, роскошный сорт Мария Складовская Кюри, сорт Мазури с голубыми цветками. Крупноцветковые сорта, к примеру, Даймонд Болл, двухцветные сорта, такие как Ханя или Юлька. Огромное разнообразие сортов. Я поддерживаю контакт с питомниками на пяти континентах. Если там появляются интересные сорта, мы их привозим, тестируем и после этого добавляем в наш ассортимент. На что сегодня направлена селекция? Какие модные тенденции и чего нам ждать от селекции клематисов в ближайшие годы? В своей деятельности я хочу следовать определенной моде, то есть продвигать сорта клематисов, а также группы, которые, возможно, не так популярны, но являются очень ценными. И это было бы востребовано у широкой аудитории. Основным направлением селекции клематисов является получение махровых цветов разных расцветок — белый, розовый, синий, фиолетовый. Другим направлением селекции является выведение сортов с крупными цветками диаметром от 20 до 30 сантиметров разных расцветок, таких как, к примеру, мой сорт Beautiful Bright. Следующим направлением является выведение ароматных сортов. Запах редко встречается у клематисов, но он очень важен, так как оказывает положительное влияние на психику человека, особенно на женскую. Ароматные сорта лучше всего сажать рядом с окнами или входом в дом. Еще одним направлением селекции является выведение сортов с цветками маленького и среднего размера, такие как, к примеру, из группы Viorna, Texensis или Vitecela. Ценностью сортов этих групп является устойчивость к условиям выращивания и продолжительное цветение. Селекция очень трудоемкий и дорогостоящий процесс, но мы ежегодно стараемся вывести на рынок что-то новое. Говоря о клематисах, хочу обратить ваше внимание на то, что существует такое явление, как изменчивость цветения. Не бывает так, что клематис будет каждый раз цвести одинаково. Вот, к примеру, клематис сорта Мария Складовская Кюри вначале цветет махровыми цветками, но может так случиться, что под влиянием погодных условий или если цветение происходит во второй половине лета, цветки этого сорта могут быть махровыми, полумахровыми или у других махровых сортов могут цвести даже простыми цветками. Это не пересортица, не ошибка и не обман, это совершенно естественное явление. Также и с окраской цветка. К примеру, мой сорт Ханни может цвести красным с розовым краем, а в другой раз зацветет розовым цветом с красной полоской. Точно так же мой сорт Юлька фиолетово-красного цвета. Фиолетового может быть больше или меньше. Все зависит от времени года, от температуры, от многих факторов, которые не зависят от нас. Но всегда это один и тот же сорт. Он не подвергся мутации и не превратился в какой-то другой сорт. Скажите, пожалуйста, в чем заключается процесс производства клематисов и как вам удается добиться такого высокого качества посадочного материала? Одним из основных принципов нашей работы, кроме обеспечения богатого ассортимента ценных сортов, является производство растений высокого качества. Для выращивания саженцев мы используем лучший сертифицированный субстрат. На этом мы не экономим. Мы заботимся о том, чтобы наши растения были самыми лучшими. Один сезон вегетации у нас уходит на укоренение черенков. Процесс укоренения длится около полугода. Мы получаем крепкие укорененные саженца с мощной корневой системой, храним их в холодильниках. Затем высаживаем весной в контейнеры по 9, пол-литровый горшок, в которых саженец выращивается весь вегетационный период. Кстати, в таком виде мы их поставляем в Россию, в компанию «Поиск». Скажите, пожалуйста, ваши сорта известны только в Польше или во всем мире? Большинство моих сортов известны во всем мире. Семь из них запатентованы в США и Канаде. Три сорта запатентованы в Японии. Продаются они на пяти континентах по всему миру. Многие из них участвовали в международных выставках в Москве, в Лондоне, в Боско, в Нидерландах, во Франции, в Анже и становились золотыми или серебряными призерами этих выставок. Многие из моих сортов признаны лучшими в своих группах. Например, сорт «Свит Саммер Лав» из группы «Фламула» — ароматный сорт. Цветет сначала красными, а затем фиолетовыми цветками. Прекрасный, очаровательный сорт. Скажите, пожалуйста, какое место на садовом участке выбрать для посадки клематисов? Есть ли какие-то требования к местоположению? Все зависит от того, какого эффекта мы хотим добиться. Клематисы могут расти в местах от солнечных до частично затененных. В полной тени или при сильной полутени клематисы расти не будут. Клематисы предпочитают плодородные рыхлые почвы. На плотных суглинистых почвах могут возникнуть сложности с выращиванием клематиса. В этом случае необходимо сделать специальный дренаж, чтобы избежать переувлажнений. Лучше высаживать клематисы в местах, защищенных от сильных ветров. Существует несколько видов клематиса, таких как рогучи, романтика, которые чувствительны к мучнистой России. Лучше, чтобы такие разновидности клематиса росли в проветриваемых местах, но без сильных порывов ветра и сквозняков. Высаживать их необходимо в приподнятых местах, чтобы избежать избыточной влаги в почве, так как в низинах весной после таяния снега будет скапливаться вода, а летом будет собираться дождевая вода. Все виды клематисов любят влажную почву, не переносят засуху и застоя воды. Как правильно посадить саженцы клематисов? Какая должна быть почва? Нужен ли дренаж? И какие требования к влаге почвы? Клематисы предпочитают плодородную рыхлую почву. Если у вас на участке именно такая почва, то можно просто подготовить посадочную яму определенной глубины и посадить саженец. Но такая идеальная почва встречается, к сожалению, очень редко. Так как клематисы растут на одном месте до нескольких десятков лет, я видел такие растения, которым по 30 и даже 50 лет. И они прекрасно себя чувствуют все это время на одном месте. Необходимо посадить саженец по всем правилам. Итак, я рекомендую высаживать растения в глубокую яму глубиной около 60 сантиметров. Но самое главное – правильно ее подготовить. Если почва легкая, песчаная, свободно пропускает воду, а соответственно застой влаги не будет, дополнительный дренаж не обязателен. Но чаще всего на наших приусадебных участках встречается почва плотная, глинистая, так же, как и тут, на этом участке. В этом случае необходимо заложить в посадочной яме дренажный слой. Можно использовать гравий. Мы обычно используем керамзит. Если земля очень глинистая и плотная, такого дренажа может не хватить. Поэтому мы советуем поместить в яму трубу, которая будет подавать воздух. А в идеале, конечно, необходимо проложить дренаж, предназначенный для удаления избытка воды. Клематисы разных групп мы советуем сажать разными способами. Я бы поделил их на два способа посадки. Крупноцветковые клематисы, а также клематисы из групп Витицел и Тексенсис сажаем, заглубляя точку роста на 5-10 сантиметров. А клематисы из группы Атрогена и Тангутика заглубляем не больше, чем на 1 сантиметр. В первую очередь растение должно быть погружено в воду на 10 минут, чтобы земляной ком хорошо увлажнился. Почему это необходимо сделать? Растение во время транспортировки подсыхает. Мы этого сразу не увидим. Если начинаем поливать уже посаженный сухой ком, вода никогда не дойдет до корневой системы. Дольше 10 минут держать в воде не следует, чтобы корни не пострадали из-за избытка воды. Здесь у нас представлен клематисы с группы Витицел, а сорт Полиш Спирит. Прекрасный сорт с продолжительным цветением. Цветет с конца июня до заморозков и сохраняет красивый лист в течение всего периода вегетации. В основном мы советуем сажать по два растения в одну яму. Инвестируем в мощное, здоровое растение, красиво цветущее в течение многих лет. Также два растения могут лучше регулировать количество воды в яме. Итак, сейчас попрошу коллегу мне помочь. На дно кладем трубу, всыпаем дренаж, керамзит. На керамзит кладем сетку, потому что если высыпать сразу сверху грунт, то грунт перемешается с керамзитом, а сетка будет как бы изолировать керамзит от грунта. Дренаж не засорится и будет лучше функционировать. Сверху сетки высыпаем хорошо перепревший навоз. Что это значит? Мы перемешиваем навоз 50 на 50 с сосновой корой и храним полтора года. Смысл в том, чтобы навоз не был свежим, чтобы не имел в своем составе легкорастворимых солей азота, чтобы в соприкосновении с ним корни не сгорели. Этого не должно произойти при посадке. Позже, когда корни углубятся, они будут добывать из этого субстрата питательные вещества и благодаря этому сохранять декоративность в течение многих лет. Сверху высыпаем хорошо подготовленный грунт. Это земля, перемешанные в пропорции один к одному с раскисленным торфом. Высыпаем один слой грунта, чтобы прикрыть предыдущий слой, и будем высаживать растения. Сейчас как раз можно осмотреть корневую систему. Она должна быть хорошо развита. Иногда в магазинах встречаются растения с красивыми, мощными ростками, но не имеющие хорошо развитую корневую систему. Такие растения покупать не следует. Здесь представлено мощное растение с хорошо развитой корневой системой. Сейчас мы подсыпаем необходимое количество грунта, потом устанавливаем саженец и руками немного углубляем. Возникает вопрос, можно ли высаживать растения еще глубже? Да, в регионах, где бывают сильные морозы, особенно, где низкие температуры встречаются без снежного покрова. Руками распределяем грунт, не прижимаем, а легко распределяем. Итак, там, где бывают холодные зимние месяцы, можем высаживать еще глубже, на 10-15 сантиметров. В некоторых регионах Финляндии климатисы при посадке углубляют даже на 40 сантиметров. У такого заглубления есть как плюсы, так и минусы. Такие растения хорошо перезимуют, но они будут нуждаться в большей энергии, чтобы прорасти вверх и, соответственно, позже зацветут. При таком сильном углублении саженца, цветение произойдет не раньше августа. Сейчас мы заполняем оставшееся пространство вокруг растений грунтом. Наше растение мы заглубили на 3-5 сантиметров, так что мы сажаем в условиях польского климата. И в тех регионах России, где преобладает умеренный климат, также в более теплом климате этот способ будет тоже оптимальным. Заглубленная посадка. Во-первых, предотвратит промерзание корней, а во-вторых, их высыхание. Всегда при посадке грунт немного утрамбовывается, и если бы мы сажали растение на той же высоте, как оно росло в контейнере, то основание саженца и верх корневой системы оказались бы над слоем почвы. Это бы спровоцировало пересыхание, и в результате саженец будет медленнее развиваться. Кроме этого, углубление исключает перегревание растения. Клематис предпочитает, чтобы сверху, где располагаются побеги и цветы, было солнце, а снизу, там, где расположена корневая система, было прохладно. То есть этот грунт будет как раз-таки предотвращать перегревание растения. Сейчас надо обратить внимание на очень важный момент. Землю не утрамбовываем, не утаптываем, немного уплотняем, чтобы не осталось внутри пустых полостей, воздушных пространств. Поверх засыпаем сосновой корой. Вы можете засыпать другим материалом. На мой взгляд, кора здесь больше всего подходит. Насыпаем примерно 5 сантиметров коры. Что нам даст этот слой? Во-первых, охлаждает поверхность почвы. Во-вторых, предотвращает ее пересыхание. В-третьих, уменьшает образование сорняков, потому что семена сорняков, попадая на кору, не прорастают. А даже если прорастут, то будут очень слабы, и их легко можно будет удалить. И, конечно же, кора защищает от морозов. Перед наступлением зимы мы дополнительно ничем клематисы не укрываем. Только немного выше засыпаем основание растения корой, а весной этот дополнительный слой распределяем по поверхности рядом с растением. Естественно, после посадки саженец необходимо обильно полить. Полив производим для того, чтобы грунт равномерно распределился между корнями. И корневая система начала легко и быстро разрастаться. Если растение при посадке имеет здоровую сильную корневую систему, то процесс приживаемости саженца пройдет без стресса, и растение начнет быстро развиваться и зацветет уже в этом году. Существует мнение, что разные группы клематисов высаживают на разную глубину. С чем это связано? Сорта клематиса из группы Атрогена, такие как Лемон Дрим, Пепл Дрим или из группы Интегрифолия, такие как Ханаджима, высаживаем примерно на том же уровне, как они росли в контейнерах. Потому что основания клематисов из этих групп не укореняются. Можем немного заглубить на полсантиметра или один сантиметр, так как грунт осядет, и основание растения может оказаться на поверхности. У клематисов крупноцветковых, сортов группы Витицелла, при заглублении во время посадки у основания будут образовываться новые корешки, и за счет этого растение станет более сильное. А у клематисов, которые мы упомянули выше, такие корни не образуются, а точка роста очень чувствительна к недостатку кислорода. Если посадим клематисы из группы Танготика или Атрогены глубже, точка роста может погибнуть. Глубляем только на 0,5-1 сантиметр, не больше. Растения из группы Интегрифолия можем заглубить на 2 сантиметра, но никак не на 10, так как растение будет находиться в стрессе. Расскажите, пожалуйста, как правильно ухаживать за саженцами клематисов? Нужна ли им подкормка и когда? И какие меры профилактики от болезней и вредителей? Во время посадки я обратил ваше внимание на необходимость дренажа, чтобы избежать застой воды. Но клематисы предпочитают влажный грунт, поэтому в регионах, где продолжительное время нет осадков, клематис необходимо поливать. Полив лейкой или шлангом может быть обманчив, так как для нас важно не просто полить водой грунт сверху, но и чтобы вода дошла до корней растений, то есть 50-60 сантиметров вглубь. Полив следует проводить большим количеством воды, чтобы корни клематиса не пересыхали, так как это может спровоцировать отсутствие цветения вообще или цветения меньшими по размеру цветками. Следующий вопрос – это подкормки. С клематисами дело обстоит следующим образом. Лучше не докормить, чем перекормить. Необходимо помнить, что удобрение – это соль. Лучше всего использовать удобрения с пролонгированным действием, такие как осмокот. 3-4 месяца для климатических условий России было бы достаточно, а в регионах с жарким климатом 5-6 месяцев. Удобрение действует в течение двух, трех, четырех месяцев, поэтому не рекомендуется начинать его применять позже, чем вторая половина апреля. Лучше всего во второй половине апреля распределить чайную ложку с горкой вокруг растения, но не под побегами, чтобы не обжечь их. Сверху необходимо присыпать корой и тщательно полить, чтобы удобрение было во влажной среде, так как минеральные компоненты возвобождаются из капсул при размокании. Если будет сухая почва, то удобрение не начнет действовать. Если мы добавим слишком много удобрения, или удобрение, которое быстро разлагается, то возрастет засоленность почвы, которая является вредоносной для корней климатиса. Растение будет расти в стрессе и иметь непривлекательный вид. Следующий аспект – это болезни и вредители. Везде в земле находятся споры грибов, и зачастую они не такие мощные, чтобы побороть иммунитет растений. Исключением может стать ситуация, если растение пребывает в стрессе. Что значит стресс для растения? Избыток влаги, недостаток воды, сломанные побеги и так далее. В таком состоянии растение не сможет сопротивляться и, скорее всего, заболеет. Вторая причина может быть в том, что грибных спор очень много, и даже если растение сильное, то, скорее всего, все равно заболеет. Каким способом мы можем это предотвратить? Во-первых, при посадке избегаем мест, в которых растение будет заведомо себя плохо чувствовать. Место посадки должно быть хорошо подготовлено, тогда шансов заболеть у растений будет намного меньше. Во-вторых, если при осенней обрезке не все побеги были обрезаны, весной необходимо удалить с них все засохшие листья. А если опавшие листья лежат вокруг растения, их необходимо собрать и удалить. Потому что именно в старых листьях могут скапливаться споры грибов, а также зародыши других вредителей. Итак, повторюсь, чтобы избежать заболевания растений, необходимо хорошо за ним ухаживать и собирать все засохшие листья. Мы видим, что клематисы находятся на бабуковой опоре. Достаточно ли такой опоры для клематисов, и какие еще существуют опоры для клематисов наиболее оптимальны? Саженцы клематисы мы обрезаем для удобства, чтобы они не занимали много места при транспортировке. Но в саду побеги будут расти, и растение будет становиться более высоким. Есть сорта, которые ниже представленного здесь клематиса, но в основном клематис вырастает до полутора, двух, трех и даже пяти метров в высоту. И, конечно, в данном случае будет нужна более высокая опора, если мы хотим, чтобы растение плелось в высоту, а не стелилось по земле. Это может быть и бамбуковая опора. Тогда необходимо взять три бамбуковые палки, более высокие, чем мы тут видим. Хорошо вбить их в землю и связать сверху. Тогда побеги будут плестись по ним. Но об одном необходимо помнить. Клематисы плетутся вверх при помощи листового черешка. Листовой черешок завивается вокруг опоры и с помощью этого удерживается на ней. Это значит, что опора не должна быть в диаметре более чем полтора-два сантиметра. А если будет толще, то на ней должны быть более тонкие детали, за которые черешки могли бы ухватиться. Это не значит, что если не будет таких элементов, то растение не будет плестись вверх. Будет, но растение не будет устойчиво закреплено. И если начнется дождь или сильный ветер, побеги будут надламываться, и растение будет находиться в стрессе. А вместо надломов побега будут попадать споры вредителей, и побег погибнет. Что еще можно использовать как опору для клематиса? В садоводческих магазинах и крупных торговых центрах можно приобрести готовые опоры для вьющихся растений. При выборе следует обратить внимание на качество изделия. Очень дешевые конструкции быстро теряют декоративность и недолговечны. Вариантов опор огромное количество. Кроме решеток, в качестве опор для клематисов используют опоры-штативы. Их еще называют обелисками или опорами-пирамидами. Эти конструкции очень функциональны и служат декоративными акцентами в саду. Опора-пирамида — металлическое или пластиковое изделие в форме конуса или пирамиды. Это хороший вариант с точки зрения цена-качества. Единственный минус этой опоры — она не очень устойчивая. На это надо обратить внимание и более прочно закрепить ее. Если вы хотите пустить лианы по дому, тем самым оформив фасад здания, то самое простое решение — это сделать легкую решетку. Можно натянуть и просто металлическую сетку. Такой вариант тоже вполне рабочий. Для того, чтобы клематис свился по стене, необходимо смонтировать и закрепить на стену плоскую решетку. Плоские решетки идеально крепятся к стене. Деревянные решетчатые панели — металлические решетки различных видов и изготовленные из пластиковой сетки. Не делайте расстояние между направляющими слишком большим. Усики клематисов должны что-то хватать примерно каждые 15-18 сантиметров. Решетку прибивают к стенам с отступом хотя бы 15 сантиметров для свободной циркуляции воздуха. При таком варианте опоры мы создадим прекрасные фитосанитарные условия для произрастания клематиса. Бесспорно, очень привлекательны перголы, увитые клематисами. Если хотите создать романтический уголок в саду, выбирайте именно этот вариант. Увитые клематисами перголы очень эффектно смотрятся в саду. Прочные, устойчивые перголы выдержат даже самую большую лиану, а то и не одну. Чтобы молодому клематису легче было зацепиться за опору, зафиксируйте на прутьях крупноячеистую пластиковую или металлическую сетку. При закрепленной на арке сетке молодому клематису будет легче взбираться на опору. Перголы обычно сооружают из дерева. Посмотрите, здесь у нас пример перголы в саду. Перголы являются очень выгодным вариантом опоры для клематиса, так как растение может показать всю свою красоту. Можно разделять такими воротами сад на разные части. Сейчас я хочу вам показать еще один вариант опоры для клематиса, которую можно сделать, если на участке имеются невысокие деревянные стены или заборы. Давайте пройдем в такое место в нашем саду, чтобы я мог вам показать нюансы размещения клематисов на опорах такого вида. Тут у нас вы видите деревянный забор, которым можно отделиться от соседа или дороги. Возле этого забора у нас растет клематис сорта «Мария Складовская кюри». Само растение виться по этому забору не сможет, поэтому нам необходимо смонтировать на забор оцинкованную решетку. Ячейки конструкции должны беспрепятственно пропускать растения, поэтому размеры нужны не менее 5 на 5 сантиметров. Однако слишком большими их тоже делать не стоит, так как клематис не сможет цепляться черешками. Самый большой размер ячейки — 20 на 20 сантиметров. Прутия у решетки тонкие, поэтому клематис легко вьется по ней. Давайте перейдем теперь к дому, и я покажу, как мы можем использовать стены дома как опору для клематиса. Тут у нас растут клематисы около дома. На стену монтируется оцинкованная решетка. Высота ее зависит от того, сколько свободного места у нас есть. По бокам здания больше места. Монтируем более высокую сетку, чем под окном. Тут у нас растут клематисы сорта Грюнвальд, Клаудберст, Скайфол. Это клематисы из группы крупноцветковых позднецветущих. Также мы можем тут посадить клематисы из группы Витецел. Под окном у нас меньше места, поэтому здесь растут низкорослые сорта, такие как Ханя, Юлька, то есть такие, которые вырастают более-менее на полтора метра вверх. Также тут у нас растет сорт, который не плетется вверх, из группы Интегрифолия, Сизая птица. Великолепный, старинный российский сорт. Сам по себе он плестись не будет. Посмотрите, какая красивая живая стена из зелени и цветов. Иногда меня спрашивают, можно ли посадить клематисы при стволе дерева. Можно, но необходимо помнить, что все равно нужна опора, и необходимо помнить о том, что дерево поглощает много воды, поэтому полив надо будет увеличить. Обрезка способствует обильному цветению. Обрезка должна производиться с конца февраля до начала апреля, когда набухшие почки видны. Задержка срезки приводит к задержке цветения. Каждая группа сортов клематисов имеет свой собственный метод резки. Режем острыми ножницами на полсантиметра или сантиметр выше пары здоровых набухших почек. Всегда удаляйте все высушенные листья и мертвые побеги. В первый год после посадки все клематисы следует обрезать не выше 30 сантиметров над землей. Это приведет к росту новых побегов от основания куста. Аналогичный или даже лучший эффект можно получить, положив обрезанные побеги на землю и укрыть их корой. Обрезка способствует укреплению растений, а значит более пышному цветению и устойчивости к болезням. В последующие годы обрезку необходимо адаптировать к сорту и времени цветения. Клематисы, цветущие на прошлогодних побегах весной, не обрезаются. Например, из групп, атрогена и монтана. Если обрезка необходима из-за чрезмерного роста растения, его обрезают только после цветения в конце мая-июня на высоту, которая нас устраивает, но обычно не менее одного метра над землей. Слабая обрезка производится у большинства раннецветущих крупноцветковых сортов, которые цветут на прошлогодних побегах в мае или начале июня, а затем повторно цветут на побегах этого года. Мы обрезаем все побеги примерно на одинаковой высоте – 100-150 см. Чем моложе или слабее растение, тем ниже его необходимо обрезать. Точно так же следует обрезать клематисы, в отношении которых нет уверенности, к какой группе обрезки они принадлежат. Сильную обрезку необходимо проводить на клематисах, которые цветут на побегах этого года с конца июня по июль. Например, сорта из группы Витицелла и на позднецветущих крупноцветковых сортах. Данные группы сильно обрезаем над двумя-тремя парами почек, то есть 20-50 см над землей. Также мы обрезаем сильно растущие клематисы из группы Тангутика, которые цветут летом, если мы хотим ограничить их рост. В случае многолетних клематисов, например, из группы Хераклейфолия и Интергрифолия, а также сортов из группы Текзенсис, мы вырезаем все мертвые побеги прямо у основания и обрезаем живые побеги на 1-5 см над землей. Советуйте, пожалуйста, нашим российским садоводам, на какие сорта нужно обратить внимание. Сложно выбрать сорта именно для российского рынка. Я дам общие рекомендации, которые также подойдут для любителей клематисов в России. Во-первых, не все садоводы имеют большой опыт в выращивании клематисов. Поэтому любителям клематисов, которые имеют 10-15-летний опыт выращивания, досконально знают все нюансы агротехники и ухода, можно порекомендовать любой понравившийся сорт. Найти в интернете, в каталогах и подобрать необходимые по расцветке. Тем же, кто только начинает увлекательное путешествие в мир клематисов, я бы порекомендовал начать с сортов с небольшими цветами, но также с небольшими требованиями в уходе. Например, такие сорта клематиса из группы Витицелла, как Краковяк, Мазурек, Этуаль Виолетт, Полиш Спирит. Эти сорта цветут небольшими в диаметре цветками, от 8 до 10 сантиметров, но количество их может достигать даже тысячи штук. Куст, усыпанный таким количеством цветов, производит ошеломляющее впечатление. Эти сорта просты в уходе. Обрезаются одинаково сильно все сорта. Также у них наблюдается устойчивость к заболеваниям, даже при неблагоприятных условиях выращивания. Еще я бы посоветовал обратить внимание на сорта из группы Интегрифолия, которые тоже нетребовательны в уходе. А уже более опытным садоводам советую выращивать крупноцветковые сорта с махровыми цветами, так как дополнительная красота идет рука об руку с более высокими требованиями в уходе. Мы благодарим вас за полный и очень интересный рассказ о клематисах. Спасибо вам огромное. Спасибо большое за визит. Я с удовольствием делюсь своими знаниями. Клематисы – это моя любовь и страсть. Я прикладываю все усилия, чтобы этими чувствами по отношению к этому прекрасному растению наполнили сердца садоводов не только в Польше, но и во всем мире. Известно, что климатические условия России сильно различаются с севера на юг и с запада на восток. Поэтому главным критерием выбора сортов клематисов нашими покупателями является их устойчивость к условиям произрастания, особенно зимостойкость. Известно, что наиболее зимостойкими являются княжики или сорта группы Атрогены. В ассортименте компаний «Поиск» мы предлагаем их под торговой маркой «Северный сад». Это ожившая мечта садовода о красиво цветущей лиане, которую не нужно обрезать или снимать с опоры и укрывать на зиму. Сорта, рекомендуемые для выращивания в России, выдерживают температуры до минус 40 градусов. Весной княжики просыпаются рано, когда с крупноцветковых клематисов только снимают укрытие. Княжики уже покрыты листвой. Их цветение продолжается около трех недель, но после его окончания растения продолжают быть декоративными за счет необычных пушистых плодов, выделяющихся на фоне листвы. Княжики – отличный выбор для начинающих и для тех, кто не может уделять много времени уходу за садом. Возможно, цветки этого вида клематисов кому-то кажутся не такими эффектными, как у их крупноцветковых сородичей. Но в них есть особая прелесть, снискавшая им любовь садоводов по всему миру. В России садоводческие участки чаще всего имеют небольшие площади. Это 5-10 соток. Поэтому в последние годы становится модным использовать идеи малых садов на таких небольших участках и даже выращивать на балконах. Современные сорта клематисов очень разнообразны. Среди них найдутся и высокорослые лианы и скромные по размерам чудесно цветущие растения. Известные невысокие сорта, как, к примеру, Стасик и Аленушка. Они обильно цветут с июля до осени. Их можно разместить на небольших опорах, создав в миксбордере вертикальные акценты. Недавно созданы сорта клематисов серии Патио высотой от одного до полутора метров. Это такие сорта, как Литл Лемонс, Май Дарлинг, Ниоби, Пилу, Пинк Фэнтези, Президент, Руж Кардинал и Тайга. В ассортименте агрохолдинга Поиск свыше полутора тысяч наименований декоративных деревьев и кустарников, розы, клематисы, древовидные травянистые пионы, а также плодовые деревья и кустарники. Ежегодно наш ассортимент пополняется новыми сортами. Весь товар отличного качества. Нашу продукцию вы можете приобрести в крупнейших сетевых гипермаркетах, садовых центрах, розничных и интернет-магазинах вашего города. Сотрудники питомника Поиск желают вам успехов в выращивании клематисов.